Самый магический и волшебный праздник славян в календаре. Праздник Ивана Купала один из любимых и загадочных. В старину люди в эти дни очищались водой и огнем. Некоторые традиции популярны и сегодня. На гуляниях побывала Марина Григоря. Первый день Ивана Купалы в народе называют купальницей. Согласно легенде, это праздник сестры Купалы Агафены. В этот день велась активная подготовка к ночи. Купание считалось безопасным. А начинался день песнями. Девушки должны были защищать свой дом от нечистой силы с помощью растений. Собирать травы. Славянки верили, что собранная в этот день зелень обладает целебными свойствами. Из уст в уста передавалась легенда о папоротнике, который распускается в этот волшебный праздник. А кто его найдет, сможет стать провидцем. Считалось, что вода и травы наделены магической живительной силой. Девушки плели венки и мысли их должны были быть светлыми. Просуженного своего, какой он будет мужский, очень красивый. Про его очи, про его посмешку. Наши пращури верили, и мы верим. Это традиция, и ее нужно сохранить. Конечно, мы верим в это. Ближе к ночи устраивали гуляния. Молодежи разрешалось знакомиться, общаться и даже флиртовать. В этот вечер и парни выбирали себе невесту. Какой красивый целуется, это наикарашка. Девушки снимали одежду, оставаясь в рубашках, распускали косы. Разрешались общие купания. Купальская ночь – особая ночь в году. На этот праздник было принято плести венки. Создавая их, девушки думали о замужестве. А уже вечером они готовы были запустить венок на воду. Праздник длится несколько дней. Принято считать, что все сокровенное сбудется, если в эти дни держаться за руки. Марина Григорян, Геннадий Аникенко. Подробности. Телеканал Интер.